Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Я недавно вернулся из Республики Беларусь. Ковидные годы вот эти мы не могли путешествовать, ни они к нам приезжают, ни мы в Беларусь. Были жесткие требования на границе, но за исключением, наверное, самолетов, кто летел через Минск. Вот, ну, не об этом сегодня хотелось бы рассказать вам. Не забывайте, кстати, подписываться на наш канал и распространять видео в своих соцсетях. Это поможет нам, мы потихонечку растем, благодаря вам, нашим зрителям, тем, кому полюбился наш канал. Спасибо за всякую поддержку, за молитву, за финансовую. Вот, и очень хорошая поездка была, несколько дней. Меня пригласили на 30-летие служения Церкви Слово Веры города Минска. Вот, нас связывают очень давние, наверное, более, около 30 лет, да, отношения. Прежде всего, с епископом Александром Васильевичем Саковичем, который несколько лет назад ушел к Господу. Но Церковь, она Церковь Христова, она продолжается. И сегодня служение несут братья, которые рядом с ним были. И возглавляет Жанна Сакович Церковь, ведет ее и служит вместе с большой командой, с хорошей командой. Чем всегда отличалась Беларусь, вот для меня лично, это, знаете, своим творчеством в церкви и вообще в церквях белорусских очень много. И певцов, и музыкантов. Мы знаем наших христианских певцов, музыкантов, которые известны вот все эти годы на все наши страны, на постсоветском пространстве. Вот, и не исключение, это Церковь. Очень много талантливых людей. На воскресном богослужении было много поздравлений с Россией, из Молдовы, с некоторых других стран. Помня прошлое, наслаждались благословениями настоящего и вместе мечтали о будущем. Благословения и поздравляем вас, дорогие. Было очень хорошее, хорошее такое богослужение. Я тоже поздравил церковь, потому что мы очень близки, долгие годы с ними. И после богослужения, после богослужения уже вечером, ближе к вечеру, да, состоялся банкет по этому случаю. Хорошая, красивая, церковь арендовала в центре города. Это такой очень красивый зал. Как мне потом объяснили, я разговаривал с сотрудниками, его используют часто дипломатические всякие миссии для проведения банкетов, еще чего-то. Вот, и так достойно это был, вот такой большой праздник был для церкви, для всех членов церкви, для гостей, для друзей. Вот, присутствовал епископ объединения, Леонид Вороненко, он поздравил церковь от лица всего объединения, вот, харизматического, такого, писяднического движения. Другие братья, много всего было. Очень интересно было выступление, как же это, Минска, Гаспел, хор. Кто знаком с музыкой Гаспел, вы, наверное, понимаете, о чем речь и действительно очень достойно выступают. Я не знаю, из каких церквей они, вот, молодежь, ребята и там разный возраст поют профессионально, красиво, чтобы заказать их, вот, чтобы попасть, вернее, чтобы они попали к вам на какой-то праздник в церковь или в объединение церквей. Вот, надо заказывать за полгода. Они дают концерты по стране и в Минске. Профессионально, красиво, знаете. Я слушал Гаспел в черных церквях в США, вот, в афроамериканских. И здесь ты смотришь, и это что-то невероятное, что-то замечательное, красивое. Была творческая программа церкви, поздравления. Ну, очень-очень достойный праздник был, хороший праздник, вот. На следующий день меня пригласили. Был закрытый показ фильма. Я говорю, что в Беларуси очень много творческих людей. И Максим Максимов, по-моему, фамилию сейчас я не скажу, потому что был настолько под впечатлением, они сделали фильм. Записали его, художественный фильм, почти на два часа, но чуть меньше, там, час с чем-то. Вот, был закрытый показ. Они арендовали какой-то специальный зал для глав конфессий. Протестанты в основном были. Баптисты, адвентисты, пятидесятники, харизматические церкви. Вот, небольшое количество было у нас, около 20 человек. Вот, все пришли, мы с удовольствием посмотрели фильм, он называется «Церковь без стен». Вот, сейчас ребята работают для того, чтобы получить прокатное удостоверение в Республике Беларусь. И также пытаются получить прокатное удостоверение у нас в России. Они рассказали идею создания этого фильма «Пустая церковь». Не буду рассказывать, но фильм интересный. Вот, и сейчас очень интересное время. Вы видите, что кинотеатры пустеют, закрываются, потому что западные фильмы сейчас недоступны для нашего зрителя. Вы знаете причину. И у нас, и в Беларуси тоже. И поэтому, вот, для такого творчества, для съемок фильма, фильм действительно профессионально снят, знаете. Потому что, вот, смотря часто христианские фильмы, ну, находишь их какими-то наивными и далекими от жизни. А здесь очень хорошее, ну, достойное кино. Вот, я разговаривал с продюсером тоже, мы разговаривали насчет России, можно ли показать здесь. Вот, после фильма состоялось такое обсуждение, да. Мы сначала в зале, Вячеслав Гончеленко выступил, другие братья выступили, рассказали, поделились своими. Вот, знаете, первые эмоции, первые после фильма, они такие интересные, конечно, у каждого из нас. Вот, и достойный фильм, достойный, дай Бог, чтобы они получили прокатное удостоверение и там, и здесь. И мы, конечно же, как пастыри, как епископа будем продвигать художественные фильмы, тем более, которые пойдут в наших кинотеатрах. Будем помогать всячески. Вот, у ребят большие планы, они хотят сейчас сериал снять, и хотят еще какие-то фильмы, у них есть много. Но, конечно, это не дешевое удовольствие снимать фильмы для населения, для людей. Вот, они сняли его полностью на свои деньги, вкладывались ребята, работали. Ну, время занял какое-то, знаете. Работали, зарабатывали деньги, опять снимали, опять зарабатывали, опять снимали. Ну, полностью рассказали, как это было. Вот, во время обсуждения приятно было видеться с братьями, с главами, конфессией. Вот, встретились, я давно уже не видел, Сергея Поднюка, он возглавляет Минский теологический институт. И он был избран недавно, там были перевыборы в братстве христиан-веры евангельской, у пятидесятников, и выбран новый глава. И Сергей Поднюк, он стал первым заместителем его. Вот, Сергеем у нас давняя дружба, и, зная мою любовь к книгам, он подарил мне несколько книг. Ну, первая книга, я покажу вам пару книг. Первая книга, это «Основы вероучения», вот такая книга на русском языке, объединенной церкви христиан-веры евангельской в Республике Беларусь. Во что верят, правоприменительная практика, много всего дисциплина. Я даже, ну, просто хотел немножечко поделиться. Пост, молитва, крещение духом, дары духа святого, жизнь христианина, христианская семья, церковь, членство, практика, богослужение, общество, политика, закон благодать, учение о спасении. В общем, хорошая книга. Но, почему я о книгах заговорил, не об основах вероучения. Вот, Сергей рассказал, что несколько лет назад, буквально несколько, да, пару лет назад, они издали на белорусском языке в сотрудничестве с Академией наук Белоруссии, на белорусском языке, книгу «Евангельские христиане в Белоруссии 5 столетий истории». Ну, я по-белорусски прочитаю вам, вы знаете, что я владею иными языками, вот, не только говорю, но и читаю еще. Белорусский, он такой интересный язык. «Евангельские христиане у Белоруссии 5 столетий истории». Не знаю, правильно или не правильно читаю, вот, но буду читать. Потрясающая книга, вышла ограниченным тиражом, и что очень важно, что очень важно, она вышла вот в соавторстве, и тут Сергей Поднюк и еще несколько человек, они как раз из научного редактора были, профессор, доктор исторических наук, и не только он один, национальная вот Академия наук Белоруссии, доктора исторических наук, несколько человек. Почему важны христианские книги также? Потому что, почему важна христианская история сама по себе? Потому что теперь есть научно обоснованные труды, работы, туда, что могут даже светские сегодня люди, студенты, молодежь, которые изучают в том числе и религию в своей стране, в Белоруссии, они могут ссылаться уже на напечатанную книгу. Теперь это уже не просто устная история, которая передается, а это уже изданные книги, которые вошли во все библиотеки. Это очень большой труд, он охватывает период с 1517 года по 2017 год, вот действительно 500 лет евангельской истории Белоруссии. Напоминаю, что первая Библия была напечатана там, Белоруссия. Вот, очень богатая история, евангельская история, протестантская история Белоруссии. Вот такая моя поездка была. Потом я посетил еще Могилев, встретился также с братьями, вот, пообщались. Очень хорошие, тесные. Кстати, многие пасторы и епископы смотрят канал «Взгляд с небесный», знают, имеют свое мнение, за что я благодарен. Многие рассказывали, делились своими впечатлениями от моего труда на канале «Взгляд с небесный». Вот, видят, смотрят, благословляют, критикуют. Ну, все по-разному, как и должно быть в этой жизни. Мы должны быть открыты ко всему. Мы должны разговаривать, мы должны смотреть друг другу в глаза, поддерживать друг друга. Вот такой краткий отчет с моей поездки в Республику Беларусь. Цветущую, красивую, Минск красавец, конечно, отличается очень сильно даже от Москвы. Знаете, то ли выходной день, но широкие проспекты, они пустые, что невероятно даже для наших маленьких городов, что так мало машин. Может быть, люди отдыхали, выехали. Но, ну вот, делюсь с вами своими впечатлениями. Очень интересно, да. И санкции, я даже не понял, коснулись их нет. У нас в России это видно очень сильно. Магазины очень многие закрыты. Торговые комплексы наполовину только, а остальные все закрыты. Вот. И в Белоруссии работает даже Макдональдс, представляете? Вот. И некоторые делают себе гастротуры, чтобы поехать. Ну, это небольшое такое юморное отступление. Вот. Ну, вот, вот, вот такое, такое движение в Белоруссии. Очень радостно, что братья объединяются вместе, что работают над такими серьезными проектами, как на создании христианских фильмов, как разные другие проекты. Мы после фильма еще остались, и с Вячеславом Гочеренко. Это та самая гонимая церковь. Вячеслав всегда теплыми не обнимает и говорит, слушай, мы с тобой похожи, и наши ситуации одинаковы, что вы уже 20 с лишним лет в гонениях, что мы, это церковь, у которой забрали здания, забрали земли, они собираются сегодня на улице, проповедуют Евангелие, все равно не сдаются. Были епископа из других церквей, из других объединений тоже разговаривали. Вот, Белоруссия немножко другая ситуация. Это интересный факт, как они сами говорят, чтобы получить разрешение на строительство церкви, а нужно личное разрешение от президента Республики Беларусь. Вот то, что записано у них в законодательстве, это, конечно, очень интересно, но непросто, но все равно церкви строятся. Не только православные церкви, католические церкви и очень много протестантских церквей. Слава Богу, благослови Господь Беларусь, наши отношения, наши братские отношения. С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, как сотни, даже тысячи человек, подписанные в Беларуси, смотрят, обсуждают, разговаривают. Храни вас всех, Господь!